всем привет с вами модный блогер станислав андреевич здоровья вам вашим близким берегите себя с нами естественно чаек ваше здоровье вот он ролик который я сейчас записываю который вы сейчас смотрите он просто идея для него возникла прям спонтанно я сейчас смотрю как раз в дудя его интервью с монеточка и он задал ей вопрос как ну какой ты себя видишь через 10 лет я как-то за это за этот вопрос ухватился как-то его обмозговал и понял что я не знаю как на такой вопрос ответил бы я мне в общем-то нечего ответить и решил поведать ну такую свою концепцию вообще относительно будущего может быть какой-то мотивации может быть каких-то целей и так далее меня кстати часто на стримах спрашивает какая у тебя цель если у тебя мечта и вот об этом я хочу прям буквально поговорить там 5-10 минут мне часто спрашивают как я уже говорил какая у тебя цель к я мечтаю громение цели говорят какой смысл твоей жизни я не знаю может быть это звучит безалаберно безответственно у меня нет цели в жизни у меня цели в жизни цель моей жизни это жить это жить не вредить людям не носить людям вреда и по возможности им помогать это не значит что у меня там поставлена какая-то благая цель но есть множество моментов когда я могу помочь людям близким случайным и так далее где-то чуть-чуть где-то чуть больше и не нужно сидеть и ждать это момента когда ты сможешь спасти кому-то жизнь этого момента может не наступить просто ты пока я буду ждать будешь пропускать какие-то мелочи которые реально могут кому-то жизнь облегчить вот я это называю жить правильно но правильно не по каким-то там понятиям или по законам или ну я имею ввиду не законы у к там нарушать его естественно не нужно не по каким-то и не знаю может быть каноном догматом религиозным а просто вот ну в гармонии с собой вот вот смысл жизни это можно назвать каким-то гедонизмом в чем-то дай пикурейством жить и получать от жизни удовольствие я не вижу в этом ничего плохого если по возможности пытаюсь получать от жизни столько удовольствия сколько могу сколько имею возможность получить не нанося вреда окружающим и подспудно помогаем вот это первый такой ответ на мини вопрос по тому если цель в жизни ли про смысл жизни это на мой взгляд у разных людей может быть какое угодно у кого-то это дети у кого-то родители кота работал код карьера вот я вот на сегодняшний день живут так это может поменяться раньше там было условно иначе но сейчас вот так на данный момент второй момент по поводу каким я себя вижу через десять лет если честно я там не вижу себя там через неделю через месяц или через год ну непонятно как моя жизнь сложится все может поменяться вот так моментом люди знают да мне 40 лет буквально через месяц и это не так много как тем кому 60 я уверен что если доживу до 60 опять же если если я не могу знать каким я буду в 60 но мне кажется если я доживу до 60 я буду смотреть на себя на 40-летнего так же как я сейчас смотрю на 20-летних и думаю порой ёбаный в рот что вы за хуйню несете причем хуйню не в смысле негатив а хуйню в смысле вы не понимаете жизни вы не видели жизни еще так же как я не видел жизни по сравнению 60-летним а он может быть не видел жизни по сравнению 80-летним это цикличность в общем-то ну как бы это естественно и поэтому жизнь иногда как я уже говорил преподносит сюрпризы и там можно пойти на следующий день завтра не знаю на обследование у тебя обнаружат опухоли все твоя жизнь кардинально изменится поэтому ну мне тяжело сказать каким я себя вижу через десять лет приведу пример приведу пример ну вот реальность чтобы это не было просто каким-то словоблудим теоретизированием наверное гону где-то год назад может ну вот там условно год назад может быть чуть больше мы едем с моей малышней ну на моей машине по якиманке по улице кто с москвы ну те знают якиманка такая достаточно это центр это уже в пределах садового кольца это дорогая улица там президент отель ну там детский мир буржуйский хороший район хорошая улица дорогая там стоит даже несколько панельных домов ну видать их там еще советским при советском союзе случайно поставили ну хорошо там буквально рядом кремль мы едем я вот так вот ну а у меня я такой москвич знаете как я уже говорил по моему биографии да я такой неправильный москвич у меня нет квартир я родился в москве мои родители родились в москве но у меня нет там жилплощади ну я вынужден как арендовать вот и ну у меня есть там не цели такие мысли да там как бы хорошо иметь свою жилплощадь чтобы не был там привязан к старой квартире в которой там живет мама где там одна комната свободно это там с грехом пополам либо не нужно было там искать где снять где пожить и так далее и но я еду по этой едем по этой реки манки я смотрю как бы вокруг думаю блять неплохо тут люди живут и малыш не говорю говорю малыш не это же понимаю что у меня там может быть квартира там двухкомнатный трехкомнатных где-то там на крайне что-то но здесь ну вот я вот сто процентов говорю знаю что здесь у меня квартиры не будет ну потому что тех денег которые они там стоят ну вот я мне не заработать и она мне такую вещь сказала да вот вы сейчас попробуйте понять и прочувствовать она мне сказала слушай а ты когда 10 лет назад ну вот жил до был ну существовал ты думал что у тебя будет то что есть сейчас 10 лет назад ну на тот момент я еще употреблял там пятый раз сидел и так далее почти 11 лет там буквально через тоже месяц будет как я не употребляю ну алкоголь наркотики и так далее даже в начале чистоты даже когда я прекратил употреблять даже когда вышел с реабилитации там три месяца полгода у меня было я жил в квартире в комнате с мамой в соседней комнате жил брат который употреблял тяжелые наркотики жил со своей ну со своей там девушкой да у меня в квартире вы не представляете это не бабушкин вариант это разруха у меня не было кухни у меня там не было ни раковины потому что ее в попьяни там брат оторвал там еще там 10 лет назад там ну на сегодняшний момент уже 15 просто вот все разруха просто просто развалена квартира завален хламом я спал мне уже было на тот моментом 30 лет я спал в комнате с мамой на поломанном диване состоящим из кусков у меня не было машину какие машины у меня ником жизни до этого не было машины у меня не было прав не было загранпаспорта у меня была биография биография 5 судимости 5 40 я стоял на учете у нарколога вот только бросил у меня как бы мама моя работала кассиром в какой-то там кассе билеты продавала ну то есть по поддержке от нее но финансовый не было что еще я вот обрисовываю ситуацию какой она была тогда короче вот 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 перспектив не было и прошло десять лет прошло десять лет да я там могу позволить там пару раз в год куда-то летать отдыхать я там живу ну пускай в арендованный не своей ну неплохой квартире мисс хобби там какая-никакая машина я ну если бы мне сказали там условно 10 лет назад что я буду там летать каждый год на бали ну просто отдохнуть это для меня было бы так же удивительно и также невероятно как то если мне сейчас скажут через 10 лет у тебя квартира будет на некиманке и все это мне мелкое говорит и говорит вот ты тогда мог подумать почему же ты сейчас отрицаю что через 10 лет может быть то о чем ты не можешь знать потом догадываться и так далее я подумал действительно ну мне до сих пор кажется невероятным но такое может быть в моей жизни такое уже происходило и произошло вот так почему бы этому не произойти еще раз то есть ну и что я для этого делал это такой может быть самый главный мотивирующий такой итог я для этого работу у меня есть ролик по моему как я там подымался после тюрьмы как я работал как я работал там справочной службе актерил в каких-то там этих судах присяжных снимался потом устроился в соццентр потом там водителем и так далее потом там замутили бизнес какой бизнес такси мутили вот в конце концов ну создание канала это тоже работа что каждый день что-то снимаю монтирую выкладываю и ну я зарабатываю с это но с этому очень мало денег да ну для того чтобы жить вообще и поэтому я делаю я даже сейчас до вместо того чтобы поиграть у меня там 7 выходной посидеть поиграть там заняться любимым делом любим хобби я так делаю ролики потом буду монтировать я не знаю выстрелит или не выстрелит просто есть люди которые сидят и ждут ждут сейчас типа будет какая-то тема я хлопну ну чё размениваться чё ты еще зарабатывать чё 10 чё 100 я дождусь предложит тему лям и я хлопну как правило вот никто ничего не дожидается а если дожидается то что делать никто не понимает то что опыта нет а те кто там тысячу заработали 2 5 10 они имеют какой-то опыт и потом когда появляется какая-то ну условно там возможность что-то сделать и заработать больше они с большей вероятности это сделают поэтому поэтому я не знаю что будет через десять лет каким я себя вижу вы знаете я ну такой достаточно от мы едем с пацаном недавно я хотел рассказать об этом в ролике который я бы выложил когда мне будет 40 лет ну раз уж разговор зашел фактически мне уже почти 40 мы вот едем и я не чувствую вот мы едем там как какой-то музон там мой евроден скачает там ну вот мы разговариваем жжем я не чувствую себя ну каким-то не знаю не то что не чувствую верно многие себя не чувствуют но мне кажется я ну достаточно моложалый для своего возраста есть такая поговорка за эти те же дети только с хуями по колено про хуи по колено они конечно загнули но может быть есть в этом некий инфантилизм но это неплохо и не считаю это плохим вот самое главное доволен ли ты жизнью довольны ли твоей жизни окружающие те люди твои близкие наверное вот вот такой ну не смысл жизни а вот ради чего стоит жить поэтому такие дела да я понимаю когда есть ребенок у меня нет детей когда появляется ребенок наверное да ну вектор дан переключается на ребенка в том числе но мне кажется нельзя забывать о своей жизни всегда есть тот о ком заботиться там у меня есть мама пенсионер который я заботюсь есть собаки которые также беспомощны бывают как дети и вот ну когда мигры то у тебя нет детей у меня есть ну там другие люди о которых я заботюсь дело то не в этом есть люди у которых есть дети им похуй на них это тоже не показатель мне кажется главное это вот в человеке ну либо есть либо нет и это признак взросления я краем глаза услышал шарик когда он осуждает навального но не осуждает так посмеивается типа навальный инфантильный я не сторонника навального ну и знать не знаю чем занимается шарий я смотрел интервью до с навальными у меня много вопросов на которые никогда не получу ответы но дело не в этом когда он говорил что там смотрит рик и морти ссылался на каких-то там персонажей мультгероев шарик чудо так вот засмеял а что смешно то есть у нас в обществе есть такое я часто с этим сталкиваюсь на канале пока не перенес видеоигровую тематику типа взрослый играет в игрушки ну мне кажется взросление человека выражается не этим это тоже самое могу взрослый собирать ему а почему ты знаете если как градация марки собирать это по-взрослому а игры нет по моему это одно и то же по моему главное главный показатель и признак того что ты взрослый ну взрослый не смысле по возрасту эмоционально это ответственность с которой ты справляешься и который ты не нагружаешься надо брать столько береноши по себе чтобы не падать при ходьбе как помните круглый в благо в братья говорил чем я собрал в этом ролике все ссылки даже на брат там еще на что-то на интервью дудя на шаре ну я думаю я вот как мог эмоционально спонтанно все разложил и если вам понравился понравилось мое мировоззрение относить металла ставьте лайк заходите на стримы там мы чаще обсуждаем такие вещи вот такие вот дела я благодарю людей которые подписаны на мой канал как спонсоры моего канала спасибо большое вы реально меня поддерживать сейчас очень ну не такая непростая финансовая ситуация и какая-то копеечка который мне падает с канала мне действительно помогает помогает мне ну как бы жить ну просто существовать некий бытовые нужны эти денежки тратить спасибо большое one love также благодарю каждого кто посмотрел этот ролик то поставил лайк сделать перепост если такое будет написал комментарий предложил какую тему кстати вот так вот в общем живите живите так как вам хочется это по моему святой августин сказал да люби бога и делай что хочешь ну то есть люби бога в смысле ну живи вот с богом неважно неважно в кого ты веруешь аллах там пророк до их пророки христос не знаю будда там кто угодно баронг вот просто ж будь с богом и делай что хочешь если ты с богом то ты не будешь вредить людям не будешь наносить им вред и как правило если ты с богом то им так или иначе помогаешь вот а в остальном я не думаю что если тебя бог не осуждает какой имеет право тебя осуждать какой-либо из людей вот так вот все ребят берегите себя а